Друзья, всем привет! Мы находимся в Санкт-Петербурге на улице Колокольная 2. За мной находится первый в Санкт-Петербурге магазин Бирмак. На сегодняшний день это сеть магазинов Бирмак, они родом из Нижнего Новгорода. У них 6 магазинов в Нижнем Новгороде, 4 в Санкт-Петербурге и 1 в Туле. Сегодня мы познакомимся с Аленой, она является владельцем данного магазина. Пообщаемся с ней о всех тягостях, радостях. Окунемся в мир магазина, так что поехали! Такая интересная выставка выпитого пива. То есть, как вы понимаете, это сделан акцент на крафтовые напитки. Такое название. Пойдем посмотрим. Вот и Аленка вся в трудах. Привет! Это вот Алена, владелица данного магазина. Так что мы сейчас выберем себе что-нибудь вкусненького и продолжим. Ну что, Ален, мы выбрали с тобой по напитку, по вкусному. Наверное, хотелось бы все-таки определиться немножко с интервью. Хотелось бы с тобой поговорить. Первое, это как с человеком, который решился и открыл магазин крафтового пива. А второе, это как с человеком, который продвигает крафтовую культуру в массы, в мир. Как ты вообще попала в мир пива, в индустрию в этом? В дальние годы, как только мне исполнилось 18, это самая интересная ситуация вообще в жизни произошла с Бермагом. Я познакомилась спустя неделю после того, как мне исполнилось 18 лет. Он находился прямо в моем доме, около моего подъезда. Пошли праздновать с друзьями день рождения. Ну и с тех пор, собственно, мы часто собирались с компаниями там, пили пивко и, собственно, отдыхали и развлекались. Нам вот этот вот вся, в принципе, весь этот бар казался уютным и очень интересным и вкусным. Круто. Сейчас мы немножко окунемся в историю. Ну что, мы находимся на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Сюда приходят поезда из Нижнего Новгорода. Ален, когда ты переехала в Санкт-Петербург? Я переехала в Санкт-Петербург в августе 2021 года. Вот. И, собственно, скоро будет относительно год, как я здесь нахожусь. Вот. И как тебе город в целом? Я от него в восторге. Я здесь живу и я просто вот, я люблю этот город. Мне он просто очень безумно нравится. Короче, я в восторге. По-другому никак не скажешь. Скажи, чем до этого ты занималась, когда, ну, до переезда именно в Санкт-Петербург? Я изначально вообще как бы отучилась на дизайнера. У меня художественное образование. Работала на фрилансе. Потом я устроилась в Бермаг работать во время ковида. И, собственно, вот как раз вплоть до переезда, почти вплоть до переезда, я работала барменом в Бермаге. А, в Нижнем Новгороде? Да, в Нижнем Новгороде. А, то есть у тебя знакомство именно с Бермагом произошло уже прям конкретно с самим магазином? Да, да, да. Я начался ковид, и, получается, мне стало очень скучно и одиноко сидеть дома, потому что я работала на фрилансе. Я подумала, что мне нужно найти вторую работу, но подвижную. Как раз моя знакомая меня туда позвала, в Бермаг, и я начала там работать просто барменом. У меня еще такой вопрос. Как вообще выбор пал на Санкт-Петербург? Почему именно в Санкт-Петербург? Я изначально сюда приезжала до этого четыре раза, каждый раз зимой. Мне здесь всегда нравилось, в Новый год вообще, в принципе. И после того, как я впервые сюда приехала летом, я поняла, что все, это в моем сердечке. Просто мне нужно сюда срочно переезжать. Нужно было дальше развиваться, и я хотела сюда пойти либо барменом, так же в Бермаг, либо сам Бермаг открыть. Ну, там все вот как-то так сложилось. Вот. Дальше мы продолжим. Ну, круто. Смотри, ты вот попала в мир крафта. Как вообще я решила, решилась с переездом в Санкт-Петербург, с открытием магазина? С одобрения, конечно же, моих родителей, которые вложились. Я им очень сильно благодарна. Вот. И, собственно, как я решила открыть бар. Потому что я здесь ходила по центру, и тут ничего такого нет. И я вот просто смотрела и думала, блин, вот эта тема, она 100% короче зайдет. Потому что это точно нужно сюда ввести, вот 100%. Ну и, собственно, так мы и определились. Я правильно понимаю, что родители одобрили данный процесс? Да, я приехала в Нижний Новгород после отпуска. Запросила у своего коллеги Андрея Смолякова и основателя, собственно, Бермага, бизнес-план. Его изучила. Потом приехала к родителям. Говорю, вот, бизнес-план. Все им от Адая рассказала. Говорю, это просто идея, просто кайф. Вот надо, короче, ехать и делать. Они такие, надо подумать. Подумали такие, поверили в меня и сказали, Алена, на тебя отпускаем. Вот. Ты будешь нам приносить обратно деньги. Вот. В любом случае, спасибо за то, что ты решила все-таки Санкт-Петербург выбрала. Давай за это поднимем бокал. Конечно. Это хорошо? Да. Следующий вопрос будет связан, наверное, с местом. Как вы здесь вот именно выбирали локацию? Это было вообще жестко сложно. Мы, наверное, ездили три дня с часов девяти утра до шести часов вечера. Смотрели разные помещения. И сложность именно была в том, что помещения либо маленькие, так как тут старый фонд, оно либо как-то по планировке ужасно сделано, что туда не вместишь ни огромную холодильную камеру, как мы планировали, кранов 70-80, либо еще что-то в этом роде. И, честное слово, это вот единственное помещение, которое мы нашли с более-менее удобным вариантом. Хотя мы хотели сделать здесь кранов 80-90, получилось 70, и холодильников примерно 10 хотели сделать. Ну вот, как бы это вот прям самый оптимальный был вариант. Ну, место, признаюсь, очень удобное. Здесь рядом метро, и это центр. То есть, может быть, даже случайно так получилось, но попали прям круто. Хорошее место. Тут еще такой интерес, короче, был. Нам сказали, что место, в принципе, на алкоголь намоленное. Тут до этого другой винный магазин был. Во времена СССР тут тоже был какой-то магазин, стоял 20 лет примерно, тоже алкогольный. В общем, все время здесь пили, как я поняла. Продолжай. А с какими еще проблемами, кроме вот найти помещение, столкнулись? Конечно, это был ковид. Ковид – это очень жесткая вещь. Вообще, в принципе, особенно ограничения в Санкт-Петербурге. То есть, грубо говоря, как только мы открылись, мы сразу же попали под ноябрьские ограничения. И с тех пор они продлились до февраля, по-моему, где-то так. И, честно говоря, было тяжко. Работали до 23-х. Соответственно, народ хочет посидеть подольше, но мы не можем, потому что здесь наряды, огромные штрафы, всего боимся. Как это, листочки дрожали просто, бедненькие. Вот. На ветру. У вас, получается, концепция 70 кранов. Много крафтового пива, много пивоварен. Вот у вас есть какая-то определенная своя концепция? Должно быть вот именно такое количество? Или ты можешь сама влиять, там, выбрать какие-то пивоварни, которые тебе там нравятся, либо... За разнообразие. Мы не хотим ставить там больше трех кранов в одной и той же пивоварне. Вот. Мы хотим, чтобы народ больше попробовал разных вариантов. То есть, допустим, у нас на кранах около 8-9 ИП примерно стоит. И они все от разных пивоварен, потому что, ну вот, дипа от Салденса, олдскул, например, и какая-нибудь дипа, от кого она там может быть? От Копхеда, например. Вот. И в сравнении, вот, чтобы просто ради интереса у Копхеда она всегда немножечко послаще, помягче, в горечи, у Салденса вот эта вот их классика, она всегда горчее. Ну, то есть, как-то разнообразить вкус вообще, в принципе. Потому что чаще всего, ну, вот я замечала, пивоварни, они варят в своем стиле. Да, мы пытаемся это разнообразить. Женя, наверное, твоего ответа по поводу разнообразия. Вот у вас целевая аудитория, ну, люди, которые к вам приходят, они больше в крафте, которые приходят, к вам конкретно, я вот знаю, пивоварник, а что это? Или больше такие, а вот расскажите, покажите, что это, что за стиль? Честно скажу, по этому поводу 50 на 50. 50 просто приходят и сразу знают, что они хотят. Они прям берут корзинку и стремительно идут к своему любимому холодильнику, либо стремительно запрашивают те короны, которые им нужны, а вторая половина, они сразу же, а можно нам подсказать, пожалуйста, у нас глаза разбегаются, мы не можем понять, что здесь происходит, это какой-то музей пива, вот как-то так это происходит. Музей пива. Так, ты уже, можно сказать, в этом бизнесе почти год у тебя образовались какие-то любимые пивоварни, например? Я могу выделить именно в Санкт-Петербурге, которые мне нравятся, аутоноподобие АЭФ, штамбира, мне кажется, они всегда варят хорошее пиво. Я, ну, плохого никогда у них не пробовала. Очень нравятся, но в 84 достойно вообще, в принципе, быть на полках каждого крафтового бара или магазина. Или, например, Эда Бревери прикольные, также Лето Брю, мне у них нравятся крепыши, стауты, они такие прям хорошенькие. Я вообще любитель томатного пива. Ты ответила на мой следующий вопрос. Так, ладно. Какая конкретно томатка? Или вообще в принципе? Вообще, в принципе, люблю густые томатки. Пока что с первого места никто не сбил прошлогоднюю мантру. Блади карма называется. Это томатка с индийскими специями. Она средней густоты, и она просто была очень классно сбалансирована, что и в аромате, что и во вкусе, вот в этой плотности прям очень классно. Также мне понравилась картошечка фри, например, от Бернинга. Вот это вообще прям... Пробовали, пробовали, знаем. Да. Хопхед не все томатки, мне кажется, заходят вообще в принципе. Не мир от Таиланд, от Аляски. Вообще, самая первая томатка, которую я попробовала, это была бычье сердце. Но она такая осталась прям просто классика. Розовый томат из чили. Хороший вариант. Есть у тебя разграничения, например, зимой предпочитаешь, летом, по сезону разбиваешь их? Конечно. Это все естественно от настроения, от того, что хочется согреться. Осенью по классике жанра это точно и по. Зимой либо медовухи, либо вообще трипл-ниингунды какие-нибудь. Весной я люблю выпить там сидр, тесауры чаще пью. А летом у меня просто сидры, возможно, вообще в принципе безалка какой-нибудь по классике жанра. Кстати, лагера еще. Кирин и Чабан какой-нибудь вообще заходят. Есть ли тенденция, вот в Санкт-Петербурге всегда нестабильная погода, да? Иногда светит солнце, идет дождь, летом может пойти снег, условно. Влияет ли это на покупательскую способность? То есть люди идут, когда холодно, зачем-то закрепышами, когда жарает, зачем-то летними напитками. Влияет на настроение народа так, что если жарко, то это прям неимоверная толпа, которая идет пить пиво. 100% это больше какая-то освежающая штука. Сидры, медовухи, не знаю, там какие-нибудь легкие пы, апы, что-то в этом роде. Сауры и газе вообще их не касаемся, это всегда просто ток-продаж, мне кажется, в принципе. Вот. А вот, например, когда дождь, зима, да, больше берут стауты, естественно. Но еще чаще я заметила, что больше любят вообще, в принципе, крепкий алкоголь пить. То есть не пиво, а именно идут в какие-нибудь бары пить крепкие коктейли или еще что-то в этом роде. Но именно по пиву, да, барливайны, стауты, это какая-нибудь крепкая Бельгия, это распространенный выбор зимой особенно. Как вообще сейчас с импортом дела обстоят? Насколько востребован импорт именно с точки зрения пива? В России больше продается импортное пиво, ну и с поставками. Это импорт определенно востребован, но так как у нас процентов 70 примерно, магазин состоит из крафтового пива, естественно, крафтовое, но больше востребовано. Крафт, он выделяется своим вкусом, а импорт это чаще всего классика, кроме Бельгии. С самим импортом, ну, его сейчас маловато. Но уже некоторое пиво пропало с рынка, например, клаштер светлый разливной или байрот разливной. Его, к сожалению, пока не ожидается. Импорта еще мало. У нас раньше было два стеллажа полноценных и один холодильник 100% уделялся импорту. Сейчас у нас пол стеллажа стоит и один холодильник. Ну, как бы оно все сокращается. Но, насколько я знаю, какая-то Бельгия нам будет пока что поставляться, какая-то Германия тоже будет поставляться. Некоторые пивоварни от нас отказались. В принципе, Чехия вообще вся, я как поняла, и Великобритания тоже вся. Мы у тебя неоднократно были на презентациях разных пивоварин. Сама идея, как она появилась за счет этих проводить дегустаций? В Бермаге еще в Нижнем Новгороде начались дегустации. Все началось с того, что мы очень хорошо знакомы с Сергеем из Реворта. Кома тот же самый. Да, и тот же самый Кома. И я помню, что, по-моему, была первая дегустация именно от него. Он рассказать о своем пиве, чтобы все попробовали. Вообще, в первую очередь, все эти дегустации, они для того, чтобы просветить людей в крафтах. Они поняли то, что не только классика существует, но и вот такое вот вычурное пиво. Что-то наподобие тех же самых томатных газе, сауров, смузи сауров, что-то в этом роде. Слушай, ну вот после презентации, к примеру, как-то публика меняется, или если Кома, условно, провела презентацию, на них есть какой-то определенный спрос, вспышка какая-то? Да. Есть, да? Естественно, просто если пиво заходит, это 100% скорее sold out полный после того, как его презентовали. То есть это, да, и на продажи хорошо влияет, и часто я замечала, что люди, которые такие, ну, я пью там только, например, рыбу, или я пью только стауты, они пробуют какой-то другой стиль, они ему удивляются и, соответственно, начинают его, в принципе, покупать. Я часто такой посетитель разных баров, магазинов, знаю то, что сильно на продажу влияет персонал, ну, или бар-бармен, да, который находится за стойкой. Как вот у тебя с этим обстоят дела? Насколько сильные бармены были, или сложности в подборе персонала? Да, это очень сложно. Кстати, про сложности спрашивали. Найти бармена очень сложно. Здесь серьезно вообще, в принципе, очень большая нагрузка физическая, и очень большая нагрузка моральная. Чаще всего мы подбираем с опытом ребят, но главное, чтобы они не были не длительные, потому что здесь все надо прям вот схватывать на лету, работать быстро. Иногда в очередях в этих, в запаре, просто в шесть рук, не знаю, откуда еще четыре руки достаются, но до союза. Вот, и, собственно, в подборе ребят, да, здесь именно, в Питере, вообще очень странная проблема была. Я помню, искала второго бармена в октябре. Просто мне звонят на собеседование, там подходить, все дела. Да, мы там договариваемся, человек не приходит, и так человек шесть примерно. Не приходит. Да, они просто не приходят. Потом эта проблема исчезла. Может быть, кого-то отпугивают какие-то условия труда, потому что здесь именно в барах все так более расслаблено. Так у меня всегда строгое отношение к работе бармена. Кто-то из соискателей дошли до тебя, да, там какая-то часть. Какое основное для тебя критерие, вот при выборе, вот ты села там напротив друг друга, что он должен знать, уметь. Ну, кстати, есть возможность, если тебе нужен бармен, сейчас обратиться, и мы тебе найдем, можешь, какой-нибудь профессионал, он услышит. Хорошо. Я люблю людей вежливых, вот в плане вот общения, то, что люди могут сразу предложить мне, например, пиво, когда мы собеседуемся, я спрашиваю, там, какое ты пиво любишь, разбирается ли он в этом пиве вообще, в принципе, есть ли у него вообще, в принципе, любовь к крафтовому пиву, потому что по классике жанра весь Бермак Фэмили состоит из людей, которые одержимы пивом. Они просто его обожают неимоверно, и все, соответственно, любят его пробовать и делиться впечатлениями друг с другом. Такая рабочая Бергик-тусовка, грубо говоря. На обычных интервью говорят, продай мне ручку, а ты говоришь, продай мне пиво, да? Да, 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 так и есть. То есть, такие у меня тоже были собеседования, где я просто говорила человеку, который представлялся, что он там знает крафтовую индустрию, крафт 10 лет. Я его просила продать мне пиво, но он умудрился продать, кстати, да. Но, к сожалению, нет. Не остался. Не остался, да. Скажи, пожалуйста, учитывая то, что ты все-таки в пиве полноценно работаешь, зарабатываешь этим, как часто употребляешь пиво? Так, ну вообще, в принципе, сейчас, если я называю себя изначально мастером по томатному газе, то сейчас я мастер по безалкогольному пиву. Алкоголь, на мой взгляд, штука опасная, и с ней никогда злоупотреблять нельзя. Употребляю я, ну вообще, в последнее время, конечно, часто, и хотелось бы намного меньше, это раз-два в неделю, но у меня для этого всегда есть свод правил, это всегда в компании никогда не опухняемся, никогда не пьем больше, там, трех банок пива, потому что потом становится очень плохо, и невозможно просто соображать. То есть я всегда максимально пытаюсь остаться в трезвости, потому что, в принципе, здесь работают 24 на 7. То есть мне всегда нужно мыслить и думать, а не просто бросать все на самотеку. Алёна, что для тебя культура потребления пива? Для меня это разнообразие вкусов. Очень удивительный мир, насколько у нас, и вообще, в принципе, сколько крафтовых пивоварен, и просто пивоварен делают такие невообразимые вкусы в пиве. Это просто необычайно интересно изучать, и я вообще считаю, что, например, наши российские крафтовые пивоварни, они прям вообще выделываются вперед планеты всей. Вот честное слово. Не знаю, США не пробовала. Говорят, там тоже есть такие крафтовые пивоварни. В сравнении с Европой, Европа, она тоже великолепна, в принципе, но именно у нас, вот это вот, это же реально, они придумали томатное газе. Это чисто по-русски просто. Похмельное пиво. И как бы просто именно вот все эти вкусы, всякие фейхо, гуанабаны, или еще что-то в этом роде, вот эти сауры, это просто великолепно. Это в первую очередь. А во-вторых, я считаю, что в культуре крафтового пива, ну, я отношусь к этому как к такому способу прекрасного времяпровождения, вот дегустацией. Не знаю, что-то такое наподобие какой-то кухни определенной, только на пиву. Ну, как-то не могу я сформулировать эту высоль. Очень она широка и глубока. Да, она очень длинная, философская. Скажи о своих планах на будущее. Какие ставишь перед собой цели, задачи, чего хотелось бы достигнуть? Может быть, какие-то новые дегустации, либо праздники? Мои планы на будущее ближайшее, конечно, не так велики, как на будущее дальнейшее вообще, в принципе. Ну, здесь определенно точно будут проводиться дегустации от разных пивоварин, каких-либо новинок. Я пытаюсь выкрутить каких-нибудь пивоваров интересных, чтобы все круто прошло вообще, в принципе. 100% мая, думаю, будет в Рюман. Возможно, они что-нибудь еще новенькое, интересненькое сварят. Подумаем еще по поводу ВББ Дистрибьюшн. Возможно, у них сделаем дегустацию еще и ксидров, антидот, возможно, медовых фейбл, потому что тоже достаточно интересные линейки. И я считаю, что они тоже достойны внимания. Также, я думаю, что можно было бы еще вызвать 0,84, еще раз провести, они достаточно интересные. И у Костнера, опять же, вышли новинки. Ну, Коля, мы всегда рады. А скажи, как вообще, в принципе, пивоварни идут на дегустацию? То есть для них это как больше маркетинг, им интересно это, или они так сложно соглашаются? Вообще соглашаются, ну, вообще все легко согласились, в принципе, кроме некоторых пивоварен, которые более популярны. Не знаю, например, какой-нибудь Бакунин с нами до сих пор не соглашаются. Вообще, в принципе. Или там... Сложность иногда заключается в том, что они хотят захватить все краны там своим пивом, хотят, чтобы мы еще и фасовки побольше купили. Мы такое делать не любим, мы всегда ставим по факту, у нас никогда не бывает больше трех кранов одной и той же пивоварни. Вот. Ну, вообще, в принципе, для них это как скорее маркетинг и способ прорекламировать себя, потому что чем больше интереса к их пиву, так и больше интереса к пивоварни вообще, в принципе. Вот. То есть, человек, который там попробовал, например, харизму от Брюмена, естественно, может быть, ему будет интересно еще и попробовать их там саур, тропикал, банан, кашин салют. Скажи о своих впечатлениях посещения CraftEver. Что понравилось, что не понравилось. Масштабная штука. Я считала, что помещение, конечно, для такого объема людей должна быть намного больше. Тогда просто реально невозможно нигде пройти. Огромная толпа людей, нигде присесть. И еще такая жара при 20 градусах на улице. И единственное, что тебя может охладить, это пиво, которого очень много и которое все вкусно. И ты еще от этого напиваешься и просто еще вот так вот шатаешься среди этой пьяной толпы. Господи. Вот. На CraftEvent. Я не знаю. Просто. Я заприметила несколько пивоварин. Во-первых, мне понравилось новый саур от Хофнера. Вот. Мне понравились сауры от Magic Mesa. Мне понравилось. Так. Лиз Брэбери представил свою последнюю медовуху зелененькую. Вот этот вот газовый баллон. Прикольная она у меня. Вообще, мне все там понравилось. Потому что, конечно же, я выбирала свои любимые стили. Вот. Лагерь от Хопхеда прикольный. К Брюману, естественно, подходила. У них классика стоит. Но они всегда все хорошо варят. Мне кажется, это в сердечке застряла Борьковская пивоварня. Ну, как я могу сказать по этому поводу? Родная. Родная Нижегородская пивоварня. В каком плане я туда пришла? Во-первых, я, конечно же, увидела своего знакомого человека там. Во-вторых, оказывается, они на баночках сделали, короче, картинки с Нижним Новгородом, со всякими картами. Ярмарки с изображениями. И мне очень сильно понравился у них пастри Саурс, с ягодами с малиной, по-моему. Вот. Такая тоже приятная штучка. Тупо чизкейк в бутылке. Мы были у них в автопроме в Нижнем Новгороде. Гуляли, ездили и как раз к ним и заходили. Ну, на будущее, считай, на ближайшее место, конечно, сделала. Но глобальные планы я, конечно же, свои рассказывать не буду. Так. Ну что, Алена, спасибо тебе огромное за интервью. Было очень интересно на самом деле. Много нового узнала. Надеюсь, людям это будет интересно и познавательно. Тебе желаю достичь своих целей, чтобы у тебя все получилось. Расширяй свою линейку, процветай. Ну, а мы где-то будем рядышком с тобой. Так что, за тебя. И за тебя, тот. Все. мы находимся на Санкт-Петербурге. Я сбился. Что я хотела сказать? Я извиняюсь. Все, в аварии я сбился, конечно, по музею Тива. Мне понравилась фраза такая модель делала. Но я все равно хочется в лицо посмотреть, в глаза туда. Поверни чуть-чуть голову право. Еще чуть-чуть. С беседованием был смешной случай, но, наверное, он не в кадр вообще будет. Он разделся, да я? Как-то. Да, но я потом могу.